Министров капиталистов, правительство Медведя, отставку! В Абакане в субботу проходит митинг, посвященный 7 ноября. Полиция готова, дороги перекрываются. Различные блогеры, берущие интервью, привет, 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 подписан на ваш канал. Красавчик, красавчик, красавчик. Нравится, смотрю, еще когда вы на губернаторских, на губернаторских еще увидели. Вот сегодня опять будешь, все, уже начинаем собираться. Приветствую, с праздничком у вас. Готовится марш. Везде красные флаги. Приветствую, с праздничком. Приветствую, как. Нормальный флаг у человека. Шарфик шикарный. Да, еще с 14-го года шарфик. Шарф-огонь, шарф-огонь. Спасибо. Сейчас будет шествие до памяти Галенину, до Дома правительства. Слава Великому Октябрю, лозунги. Победные знамена, знамена КПРФ, Дети войны. Ну и обязательно нас будут охранять. Телевидение обязательно, без них никак. Пожалуйста, людей, пока мы не начнем. Уважаемые жители республики, поздравляю с днем Великой Октябрьской социалистической революции. Сегодня вот и два года нам шепчет. Конечно, не в день расправляем, но тем не менее, седьмой он был рабочий. Поэтому перенесли счастье, Микрик, для ребят. Всех с праздником. Я уверен, что справедливость вас существует. Ура! С праздником! Сейчас начнется марш. Марш будет у нас с живым звуком, с музыкальным сопровождением. Все готово. Сотрудники готовы. Улица у нас уже перекрыта. Поздравляю всех с настоящим праздником, настоящих людей. Все, мы пошли. Для нас перекрыли целую улицу. Главную, по сути, магистральную города Абакана. По строениям молодежи. И начинают выходить зрители. Начинают выходить зрители. Все, как положено. С музыкой. Живой звук. Жители и гости города Абакана. Абаканское местное отделение. Токасское региональное отделение КПРФ. Поздравляют вас за 102-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Ура, товарищи! Приветствую с праздничком. Красная Хакасия. 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 Приветствую, с праздничком. Вот главный человек Советского Союза. А где Ленин? Ленина надо? Я не знаю, где. Только флаг, Маркс, Карл Маркс, Ленин. Оцениваем запуск. Ура, товарищи! Ура! Ура! Что за лыжи? ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Посвященный 102-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции считать открытым! Ура! Ура! Не только для России, но и для всего мира Октябрьская социалистическая революция подарила миру ряд прав, которые ранее мы, люди, не имели. Это блок социально-экономических, право на отдых, на труд. Именно благодаря Октябрю, сегодня мы имеем 8-часовой рабочий день, и, в общем-то, правители всех государств мира пошли на эти уступки. Именно благодаря Октябрю была разрушена колониальная система, и народы обрели свободу. И, в общем-то, тот мир относительный, который мы имеем сегодня в планетарном масштабе, он во многом обеспечен именно благодаря той системе, которая порождена Октябрьской социалистической революцией. Но сегодня, конечно, многие льют грязь на это великое мировое событие. Однако я уверен, что эта грязь не прилипнет, и борьба за справедливость, за построение справедливого общества, она не прекращается и сегодня. И справедливость неизбежно восторжествует. Всех вас еще раз праздником с годовщиной 102-й Великой Октябрьской социалистической революции! Ура, товарищи! Ура! Добрый день, дорогие друзья! Мне очень приятно сегодня вместе с вами принять участие в этом праздничном шествии и митинге и передать коммунистам, жителям Хакасии большой привет от Центрального комитета нашей партии, лидера нашей партии, Геннадия Андреевича Зюганова, от коммунистов нашей страны, которые в эти дни 7, 8, 9 ноября по всей стране празднуют знаменательную дату, годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Действительно, несмотря на то, что власть имущие сделали этот день 7 ноября не выходным днем, мы по всей стране провели и проводим массовые шествия и демонстрации. Но мы говорим не только об великой истории советского государства, о той великой эпохе, которая была создана Октябрем и сталинско-ленинской модернизацией. Мы говорим о будущем. Совершенно очевидно, что весь мир, Европа, наша страна должна двигаться по направлению справедливости, созидания, борьбы против бедности. И если вы посмотрите, то праздничные митинги прошли во многих городах Европы, когда еще совсем недавно многие говорили, что идеи социализма, а не идеи прошлого. Одной из ключевых задач нас, коммунистов, является действительно вот эта серьезная борьба за восстановление справедливости, за восстановление равенства. Равенство между людьми, чтобы у нас не 8% олигархата не обладали 82% национальных богатств нашей страны. Равенство между регионами нашей страны. И я благодарен за то, что не только представители КПРФ, а представители всех ветерей власти республики выступают за это. На этой неделе в здании Государственной Думы был отчет министра энергетики Новака. И в ходе этого обсуждения даже спикер Государственной Думы, один из представителей руководства Единой России, Вячеслав Ильич Володин, задал вопросы руководству энергетического комплекса. А почему вы эксплуатируете предприятия в регионах, а все налоги платите не в Саратовской области, Волгоградской или Республике Хакасия? И поднимали руководителей Росгидро, Россетей и других крупных руководителей. Мы совершенно четко понимаем, без восстановления справедливости в нашей стране развития ни социально-экономического и политического быть не может. Мы должны четко понимать, что те идеи Великого Октября, которые были заложены нашими дедами и прадедами, они в любом случае найдут себе дорогу. Все больше людей выбирает путь справедливости и социализма. Поэтому наша с вами борьба за равенство, братство, за восстановление разрушенного хозяйства, восстановление реального народовластия, она борьба за будущее. Я поздравляю вас всех с праздником и призываю к слаженной, кропотливой, созидательной работе на благо жителей нашей России и жителей Республики Хакасия. С праздником вас! Дорогие товарищи, разрешите мне поздравить вас с праздником Великого Октября. Я думаю, самым красивым, самым радостным и самым действительно боевым праздником нашего народа. Великий Октябрь для тех людей, которые не считают СССР империей зла, для тех, для кого она родина великой социалистической страны, для тех, кто помнит, что наша страна сломала хребет фашизму, вывела человечество в космос, для всех этих людей, для нас с вами праздник Великого Октября – это праздник души и сердца. Я хочу вам сказать, что большевики во главе с Лениным подняли всю страну за счет небольшого количества лозунгов «Власть с советом», «Мир народом», «Земля крестьянам», «Фабрики рабочим» и доказали, доказали своей организованностью, своей целеустремленностью, как нужно строить страну. И построили почти за 25 лет страну социализма, которая смогла сломать хребет фашизму, избавить цивилизацию нашу от вот этой коричневой чумы. И сегодня власть олигархов 30 лет существует, почти 30 лет, и не добилась, даже приблизительно не сравнялась с теми достижениями, которые имела советская власть. Им не дано этого, не только по каким-то организационным, но по политическим, и я бы сказал, даже умственным способностям. Я считаю, что сегодня власть, она ведет Россию в тупик. Тупик. И я обращаюсь к молодежи. Вам жить в будущем, и уже понятно, что никакие обещания, никакие демагогические разлагольствования о том, что у нас все прекрасно и хорошо, никогда никого не обманет. Нужно уходить с этого курса, нужно менять экономический курс. И вот только молодежи, нужно объединиться с нами, со старшим поколением, и вместе добиваться изменения в нашей стране. Вместе мы победим, несомненно. Главное, держаться вместе, красное знамя впереди. И да здравствует Великий Октябрь! С праздником! Ура! В Санкт-Петербурге, в отношении нашего товарища, с вами, который к нам приезжал, активно поддерживал Антина Олеговича, Павла Николаевича Грудинина. Все его знаем, наш кандидат, президент Российской Федерации. Сейчас происходит такое, скажем, беспредел, простым языком, да, в отношении совхоза имени Ленина и отношении Павла Николаевича Грудинина. Происходит рейдерский захват предприятия, раздирание его, обанкрачивание. Суды работают, как я считаю, не по закону, а как надо определенным кругам. И поэтому мы с вами сегодня должны поддержать наших товарищей в Москве, в Московской области в борьбе за справедливость. За справедливость закона, хотя какой закон буржуазный может справедливый, кроме социалистических наших законов Советского Союза, наверное, больше не было самых правильных законов. И то недавно Медведев взял и отменил 8-часовой рабочий день, да, это когда была декларация принята в 8-часовом рабочем дне. Остальные законы Советского Союза, которые до сих пор действовали на территории Российской Федерации, да, то есть нас загоняют в рабы, как наши деды и прадеды воевали за то, чтобы мы были свободные. Нынешнее правительство загоняет нас в рабство. Но мы, КПРФ, не позволим этого. Мы как бы защищали, так и будем защищать права и интересы наших граждан. Это наша основная задача. И основная задача нам сейчас сплотиться и держаться вместе, хотя бы нам здесь, начиная, поддерживать нашего губернатора, красного губернатора, отстаивать интересы здесь нашего народа и помогать Валентину Олеговичу. Наша помощь действительно, мы сейчас не пойдем всей толпой, да, республика руководить, а мы должны разъяснять населению, нашим с вами соседям, что ряд СМИ льет лживую информацию в отношении нашего губернатора. Мы должны рассказывать о том, что делается и как делается. Мы не пользуемся административным ресурсом, это отличие от других регионов, где руководят совершенно другие партии. Мы действуем по закону. И для нас закон – это святое. Так что, уважаемые друзья, еще раз поздравляю вас с этим великим праздником, праздником Великой Октябрьской Социалистической Революции. Всего вам хорошего. И главное нам сил выдержать, удержать власть и сломать голову этой буржуазной гидре. Ура, товарищи! Ура! Довел страну до распада уже. Пришла на его место временное правительство. Она еще сильнее усугубила положение нашей Родины. И если большевики не пришли бы, не совершили революцию, не было бы уже нашей России бы, ее растащили бы по крохам бы. Но об этом никто не говорит с экранов телевизора. Только льют грязь на нашу коммунистическую партию, на партию большевиков. Вот мы такие изверги. Это внушается молодежи. Мы должны противостоять этому. И наша главная задача, я думаю, на мелочь не отвлекаться. Надо вернуть, установить диктатуру пролетариата. Сменить курс с этого дикого капитализма на социалистический. И только на эти две идеи мы должны работать, готовить молодежь. Только курс на социализм и только диктатуру пролетариата. Поздравляю еще раз с праздником. Второй годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Ура, товарищи! Великий Октябрь преподнес нам новую эпоху. Эпоху нового человека. Человека-созидателя, который опередил свое время. Именно революция показала нам, как должен работать социализм. Завоевание социализма до сих пор живут и в нашей капиталистической системе. Сегодня я бы хотел наградить достойнейших комсомольцев, которые до сих пор продолжают бороться, несмотря на давление капиталистической системы. С этим великим праздником, 102-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Мне сегодня особенно приятно вручить партийные билеты нашим вновь вступившим товарищам, которые уже успели себя зарекомендовать. Давайте присутствуем. Поздравляем! Продолжение следует...